Добрый день, дорогие товарищи! И сегодня я хочу поговорить о певце-шамане. По меньшей мере в трех городах России отменились его концерты. В Ставрополе, в Магнитогорске и в Нижнем Тагиле. Изначально заявляли, что концерты отменяют по техническим причинам, но потом выяснилось, что концерты отменяются по инициативе самого артиста. Давайте разбираться, что же происходит. Я так полагаю, что шаман подвергся травле после того, как начала распространяться информация, что за его концерт отваливают аж целых 15 миллионов рублей. Для примера давайте возьмем город Ставрополь. Что же там происходило? Там губернатор решил провести опрос, по которому якобы люди все единогласно проголосовали за отмену концерта Ярослава Дронова. Однако, если послушать самих жителей города, то они говорят, что вообще и не слышали про такое голосование и почему это голосование производилось в Телеграме, кто голосовал, вообще непонятно. Какая-то странная история. Очень огорчена. И многие люди огорчены. Сейчас начали уже писать, но и ставропольцы даже не знали о таком опросе, который провел губернатор Владимир Владимиров. В пятницу он поставил этот опрос. Не успели люди опомниться. В понедельник уже было решение. Самое интересное, что всего месяц назад в том же Ставрополе было выделено 80 миллионов рублей на проведение фестиваля, хедлайнерами которого была американская группа. И, безусловно, ей досталась немаленькая сумма. Более того, все это происходило в день флага России. И американский флаг был торжественно водружен в центре города. И все это происходило в день флага России. Весьма патриотично. И такая себе получается история. На патриотичного шамана жалко 15 миллионов, а 80 миллионов на американскую группу не жалко. Ну, понятно, не все им, но история такая себе. И больше всего меня раздражает то, что никогда не возникало вопросов по поводу оплаты других артистов. А ценники у них немаленькие. Например, в 2019 году на концерт Пугачевой было выделено 40 миллионов. И где были общественники? Никто не возмущался, всем все нравилось. Подумаешь, 40 миллионов. А что мелочиться? Давайте посмотрим ценники всех артистов. Лорак готова спеть вам на украинском за 3 миллиона рублей. Лолита потребляет москалей за 5,5 миллионов. Бузова готова показать все, что скрыто под фонограмму за 5 миллионов. А вот, чтобы насладиться просмотров попных имплантантов Киркорова, придется раскошелиться на 10 миллионов. И вы попробуете что-то сказать и им не заплатить. Как же? Таким звездам надо оплачивать. А вот на патриотов тратить мы не будем. Что уж говорить про ценники артистов шоу-бизнеса, когда хор турецкого стоит огромные деньги. Честно, точной цифры я не нашла, почему-то она скрывается. Но где-то варьируется в пределах от 10 до 50 миллионов за концерт. Да и дело не в миллионах. Они же не все достаются артисту. Артист делает целое шоу. Он вкладывает огромное количество денег. И чем это шоу фееричнее, тем больше денег это стоит. Посмотрите на концерты шамана. Посмотрите, как он их проводит. Это стоит денег. И поэтому не все деньги идут в карман артисту. И это понятно. Но почему именно к шаману стали цепляться? Ведь ценники немалые у всех звезд. Мне кажется, что идет конкретно стратегическая война против патриотичного шамана. Ему в последнее время вообще приходится нанимать телохранителей, потому что он получает угрозы в свой адрес. Опасненько быть в нашей стране патриотом. Ну и какой вывод из этого можно сделать? Я считаю, что нужно перестать считать деньги, которые честно зарабатывает артист и вкладывает в свое выступление. А обратить внимание на тех, кто предпочитает американский флаг российскому. Вот это вызывает огромные вопросы. Ну а в принципе у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылочку оставлю в описании. И пока-пока.